Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Как самостоятельно сделать на даче хостблок? Строим качественную подсобку. Перед началом строительства большого коттеджа или маленького дачного домика на загородном участке появляется скромное компактное строение, которое принято называть бытовкой, подсобкой или хостблоком. Полезное помещение, разделенное перегородками на несколько секций, может играть роль санузла, кладовки, хранилища, инструментов или даже летней кухни. Сложно преуменьшить значение этой постройки, поэтому рассмотрим более подробно, для чего нужен хостблок для дачи и можно ли его построить самостоятельно. Перед началом строительства большого коттеджа или маленького дачного домика на загородном участке появляется скромное компактное строение, которое принято называть бытовкой, подсобкой или хостблоком. Полезное помещение, разделенное перегородками на несколько секций, может играть роль санузла, кладовки, хранилища инструментов или даже летней кухни. Сложно преуменьшить значение этой постройки, поэтому рассмотрим более подробно, для чего же нужен хостблок для дачи и можно ли его построить самостоятельно. Назначение этого подсобного помещения Хостблок строения небольшое по размерам, но универсальное, поэтому абсолютно не ограничено никакими рамками в своем использовании. Его назначение полностью зависит от приоритетов, выдвигаемых хозяевами загородной резиденции. Первоначально хозяйственные постройки применяли для хранения строительных и огородных инструментов, некоторых материалов дачного инвентаря. Длительные работы на грядках или на стройке привели к тому, что часть помещений хозяйственные дачники превратили в подобие летней кухни, чтобы можно было и чайку попить, и немного отдохнуть. Некоторые хостблоки больше напоминают дачный домик, нежели подсобные помещения. Они отделаны сайдингом, покрыты гибкой черепицей и оформлены элементами декора. Долгий труд дает о себе знать, особенно в жаркую пору, поэтому особенно заботящиеся о своем здоровье дачники выделили небольшой угол под душ. Соответственно, за перегородкой может поместиться туалет, требующий совсем небольшой площади. Если позволяет метраж постройки, то часть его можно отвести под комнату отдыха, а если в ней установить кровать, то можно спокойно ночевать, пока позволяет температура воздуха. Понятно, что с появлением на загородной территории дома хостблок потеряет некоторые свои функции, тем не менее он всегда остается полезным и востребованным. Хостблоки могут быть абсолютно разными по внешнему виду и напоминать какое угодно строение – от обычного простого сарая до сказочного домика, украшенного ажурной резьбой. Многие дачники придают большое значение стилю каждого объекта, находящегося на участке. Такое компактное строение в стиле минимализм подойдет для владельцев, шагающих в ногу со временем. Можно приобрести готовую конструкцию в собранном или разобранном виде, который напоминает блочный каркасно-модульный контейнер. Он формируется из уголка и швейлера, а затем обшивается древесной плитой. Преимущества данного типа сооружения – быстрая скорость возведения, отсутствие фундамента, мобильность, возможность многократной сборки-разборки, демократичная стоимость. Можно построить хостблок своими руками, подготовив предварительный инструмент и закупив материал. Наибольшей популярностью пользуются хозяйственные постройки из дерева, пластичного, легкого в обработке прочного материала, принадлежащий обработке, готового служить десятилетиями. Проще всего возвести деревянную бытовку, обшить ее снаружи вагонкой или профнастилом, а крышу покрыть недорогой резиновой черепицей или листовым железом. Пара стен оборудуется окнами, чтобы внутрь проникал солнечный свет. Помещение при помощи перегородок или шкафов лучше разделить на несколько зон, отличающихся по значению. Чтобы комфортно чувствовать себя в хостблоке зимой, его стены, пол и крышу следует усилить теплоизоляцией матами из стекловатты, мембранной или пенополиуретаном. Правила установки данного строения. Место для подсобного помещения регулируется требованиями СНИП 300297. При этом учитывается назначение хостблока. Предположим, вы решили устроить там душ. В этом случае минимальное расстояние до соседнего здания должно равняться восьми метрам, а до границы участка не менее одного метра. Каждый метр, находящийся между строением и другими объектами, может принести пользу. На небольшом кусочке земли можно расположить поленницу, построить небольшой навес или высадить плодовый кустарник. Используя хостблок в качестве санузла, а также для содержания птицы или скота, следите за расстоянием до жилых зданий не менее 12 метров, до соседней территории не менее 4 метров. На шестисотках каждый квадратный метр дачной территории расценивается на весь золото. Поэтому единственный выход – сэкономить больше земли под посадки, объединить все бытовые помещения под одной крышей, создав нечто вроде многофункциональной постройки. Она напоминает обычный дом со множеством комнат, отличается только размерами и степенью утепления. Например, в одном помещении могут легко поместиться туалет, душ и кладовая, а большой навес сбоку заменит гараж. Схема многофункционального хостблока, состоящего из нескольких секций, в которых можно разместить комнату отдыха, санузел с душем и туалетом, кладовку для хранения консервов или инструментов. Еще одно интересное решение – строительство второго этажа. В верхней комнате можно устроить комнату для гостей, голубятню или сеновал, если на даче содержатся кролики или козы. Пошаговая инструкция по возведению деревянного хостблока. Сейчас многие компании предлагают готовые постройки, но гораздо интереснее создать и обустроить помещение хостблока для дачи своими руками. За образец возьмем строение размерами 6х3 метра и высотой 3 метра. Готовый хостблок состоит из двух отдельных помещений, каждый из которых имеет отдельный вход. Окна выходят на трех стенах, исключая заднюю. Перед процессом возведения необходимо закупить материал. Брус различного сечения 15 см на 15 см, 10 на 15 см, 10 на 10 см и 5 см на 10 см. Обрезную доску, рубероид или аналог, фанеру, песок, гравицемент для изготовления бетона, азбоцементную трубу 15 см в диаметре. Шаг 1. Установка фундамента. Первый этап – разметка периметра для будущего фундамента. Столбики будут находиться по углам и в центре длинных 6-метровых стен. Предварительно надо подготовить грунт. Снять слой дерна и плодородной почвы на глубину до 20 см. Засыпать песчаную 10-сантиметровую подушку и тщательно ее утрамбовать. Для каждого столбика потребуется яма глубиной около 1 метра 20 см. В нее следует поместить столб для фундамента соответствующей длины. Размеры хостблока могут быть разными и зависят от его назначения. Поэтому необязательно ориентироваться на заданные параметры. Длину и ширину можно изменить. Дно каждой ямки также необходимо подготовить. Покрыть толстым слоем мелкого гравия или песка. Утрамбовать. После установки труб в готовые отверстия проверяется их строго вертикальное положение. Лучше использовать строительный уровень, а свободное пространство засыпать песком. Внутренняя часть труб следует заполнить цементным раствором примерно на 1 треть, а затем отрезок трубы приподнять. В следствии этого действия из бетона получаются прочные основания для фундаментных столбов. В фундамент на сбоцементных сваях гарантия устойчивости и долговечности строения. Можно построить хостблок без фундамента, но он будет менее надежным и прослужит более короткий срок. Затем следует до конца заполнить полости труб цементным раствором. Многие для усиления последующей фиксации основания из бруса в четырех угловых столбиках монтируют куски арматуры, закрепленные в растворе и выступающие вверх примерно на 20 см. Вместо арматуры можно использовать анкира, также закрепленные на фундаменте. Рама из бруса крепится к ним посредством гаек. Трубы следует заливать тщательно, так чтобы не образовалось воздушных пазух. Окончательное твердение произойдет лишь через пару недель. На протяжении этого времени следует смачивать раствор водой и закрывать его от прямых солнечных лучей. Шаг 2. Формирование рамы основания. Пока созревает фундамент, можно заняться сборкой рамы. Самый мощный брус 15 на 15 см фиксируется в форме прямоугольника. Длинная сторона которого равна 6 метрам, а короткая – 3 метра. На углах используется крепление в пол дерева. Пазы соединяются саморезами, для анкера достаточно двух штук, для арматуры – 4 штуки. Между фундаментными столбами и деревянной рамой необходимо сделать прослойку из рубероида, концы которого следует загнуть вниз, чтобы не скапливалась дождевая вода. Для защиты от насекомых, плесени и влаги брус обрабатывается антисептиком. Один из традиционных вариантов – два слоя олифы. Затем раму усиляют тремя поперечными лагами. Расположенными с одинаковым интервалом. Используя брус 10 на 10 см. Основные качества рамы – устойчивость и надежность. Поэтому главное внимание следует уделить местам соединения бруса и обработки древесины защитными средствами. Шаг 3. Возведение каркаса Для постройки каркаса следует применить брус с меньшим диаметром, чем для установки фундамента. Сначала необходимо создать части каркаса с торцов, с учетом того, что с обеих сторон будут находиться оконные проемы. Вертигальные стойки фиксируются на раме при помощи стальных уголков и саморезов. Для того, чтобы посадить стойку на арматуру фундамента, необходимо просверлить отверстие диаметром 1 см. Таким образом, будут закреплены четыре угловые стойки. Между ними фиксируются дополнительные элементы и подкосы с помощью болтовых соединений. Противоположные стороны после сборки должны выглядеть идентично. Для усиления фиксации между первой и второй, а также третьей и четвертой стойками следует установить подкосы, небольшие бруски меньшего сечения, расположенные по диагонали. Затем происходит сбор колесового фасада. Средние стойки фиксируются с шагом 1,8 м. Чтобы они не перемещались во время фиксации других элементов, их можно временно соединить между собой доской, посаженной на саморезы. Планируется, что хостблок состоит из двух секций, поэтому понадобится оформить два дверных проема и дополнительно установить перегородку. Размеры дверных проемов 2 м в высоту и 85 см в ширину. На лицевой стороне будет находиться и оконный проем. Место его расположения между второй и третьей стойками. По ходу сборки следует выставить оконные ригели. Расстояние от рамы до нижней горизонтали 80 см. Расстояние между обеими горизонталями 1 м. Задний фасад собирается аналогично лицевому, но процесс упрощается за счет отсутствия оконных и дверных проемов. Следует выставить две средние стойки с интервалом 1,8 м, а между парами стоек закрепить раскосы. Окончательный штрих – верхняя развязка на высоте 2 м, для которой используют брус 5 см на 10 см. Она формируется из элементов, скрепленных между собой встык и зафиксированных оцинкованными уголками. Шаг 4. Сборка стропил и кровли Сборку стропил лучше выполнять на земле, а затем в готовом виде устанавливать на хост-блок. Важно правильно собрать обрешетку, сплошную или с интервалами, в зависимости от кровельного материала. Угол наклона кровли составляет примерно 10 градусов. При установке стропила крепятся на саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной доской. Во избежание появления трещин предварительно высверливаются отверстия под саморезы. Конструкция кровли устанавливается следующим образом – ставится на лаги позади постройки, затем поднимается наверх при помощи упоров или тяги и вставляется в пазы. Шаг 5. Внешняя и внутренняя обшивка Окончательный этап – обшивка вагонкой с внешней стороны и внутреннее оформление помещений. На крышу укладывается кровельное покрытие, черепица, шифер, листовое железо. Навешиваются двери, вставляются окна. При необходимости устанавливаются внутренние перегородки каркасного типа, которые можно обшить фанерой. Для утепления наружных стен можно использовать минвату или пенополистирол. Если иметь хотя бы небольшой опыт полотницких работ, строительство дачного хостблока не покажется сложным и замысловатым. В дальнейшем вместо первого подобного варианта можно возвести более надежное и крепкое строение. Если бытовое помещение возводится после строительства дома, его можно сделать в виде пристройки к основному зданию, сделав дополнительный внутренний вход. А на этом на сегодня все и если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соц сетях.